Площадь Александра Терёхина в Соломболе Сегодня речь пойдёт о главной площади Соломболы, которая была и остаётся основным местом отдыха для соломбальцев. Это площадь Терёхина. Она носит имя одного из активных участников борьбы за установление и укрепление советской власти в Архангельске военного моряка Александра Терёхина. Площадь Терёхина является притягательным местом для большинства соломбальцев. Место, где традиционно сходятся все соломбальские дороги и пути с островных территорий. Современное название в честь Александра Абрамовича Терёхина площадь носит с 1920 года. Ну и немного истории. В 1917 году Терёхин был избран председателем судового комитета ледокола «Светогор». После октября 1917 года экипаж корабля во главе с командиром Дрейгером и Александром Терёхиным перешли на сторону большевиков. Когда над Архангельском нависла угроза военного вторжения интервентов, моряки, выполняя приказ командования, затопили «Светогор». Вблизь устья реки Чижовка. После захвата Архангельска оккупантами часть экипажа ледокола была арестована. Александр Терёхин и лейтенант Дрейгер были расстреляны 26 мая 1919 года на МХАХ. Беззаветному патриоту-большевику поэт Владимир Мусиков посвятил большую поэму «Живые огни». В поэме есть такие строки. Тонкие берёзки зацветают у ворот молоденького сквера. Улицы Терёхина шагают славные ребята, пионеры. Все её приметы мне как вехи. Здесь я жил мальчишкой в год ненастья. Самый тот, когда матрос Терёхин умирал бойцом за наше счастье. Я горжусь, что тут путей начало всех, кто рос и будет здесь расти. Что им к подвигам большим и малым улицей Терёхина идти. Уникальность площади Терёхина была в том, что в советскую эпоху она не потеряла своей ведущей роли. Если в дореволюционные времена площадь была признанным центром торговли, то после установления советской власти стала настоящим центром жизни, удачно совмещая в себе всё, что было интересно советскому школьнику и необходимо взрослому человеку. Именно у площади Терёхина встречались трамваи маршрутов номер 3 и номер 4 и разъезжались один в Маймаксу, другой на Сульфат. Из воспоминаний соломбальцев. Со своей улицы Красных партизан с мамой мы часто ездили на площадь Терёхина, на нашем трамвае номер 4, в поликлинику, на рынок и в магазины, с семьёй в кино, на почту, на телефонные переговоры с родственниками из других городов. Здесь же был деревянный, уютный дом пионеров с очень любимой мной Соломбальской детской библиотекой. Ещё одним любимым местом в школьном детстве многих соломбальцев стал кинотеатр «Революция» и снова здесь, на площади Терёхина. Утренние сеансы по билетам за 10 копеек. Кинотеатр «Революция» был открыт 23 января 1929 года. В 30-е годы вместе с ростом рабочей Соломбалы развивался и кинотеатр. Его называли одним из лучших кинотеатров города. В 1932 году он был награждён почётной грамотой и званием ударного предприятия. Кинотреста Севкина. В ноябре 1933 года революция была оборудована звуковой киноустановкой. А до этого все фильмы сопровождались музыкальным оформлением. Перед киносеансами выступали лучшие архангельские и столичные артисты. Кинотеатр «Революция» в то время был любимым местом отдыха молодёжи и рабочих соломбальских предприятий. О прошлом площади, тесно связанном с торговлей, свидетельствуют исторические здания, на ней расположенные. Ну, например, кирпичное строение – это торговый дом купцов Макаровых, крупных предпринимателей XIX-XX веков, которым принадлежали несколько городских бань, судов, механические лесопильные заводы. Строения, принадлежащие Макаровым, сохранились во многих частях города. А именно этот дом был возведён по проекту известного архитектора Сергея Песса. Песс Сергей Августович – уроженец Архангельска, потомок голландского рода Пессов, родился 19 марта 1881 года, архитектор города Архангельска. По его проекту были построены многие здания, в том числе дом, торговый дом Макаровых, Константиновский приют и другие. Сейчас в торговом доме купца Якова Макарова находятся различные магазины и кафе. Соломбальцы вспоминают, что раньше на площади, в старинных деревянных соломбальских домах, которых теперь почти не осталось, располагались основные соломбальские магазины. Маленькая по современным меркам детская поликлиника, отделение милиции. Напротив дома Александрова находился соломбальский рынок, который был отделен от площади зданием, а соломбальцы называли это здание «голдареей». На площади Терехина был расположен деревянный соломбальский рынок, скрытыми рядами, всегда людный по воскресеньям. Здесь появлялись первые цветы к 8 марта. Сюда спешили весной за первыми овощами и фруктами, а летом торговля южными фруктами была особенно бойкой. До недавнего времени находился на площади Терехина в небольшом парке и памятник Ленину, который напоминал о важности площади в недалеком прошлом. Памятник Ленину был установлен на бетонном постаменте. Высота его была около 4 метров. Всего в России установлено 167 копий монумента. В соломбале памятник появился в 1936 году. В настоящее время скульптура Ленина была демонтирована и направлена на реставрацию. Сегодня площадь Терехина сохраняет в себе традиции торговли и семейного отдыха. Большой рынок заменили торговые центры. Современная детская площадка постоянно заполнена детьми. Удобная транспортная развязка с большим количеством маршрутов общественного транспорта пользуются большой популярностью у жителей. Ну а от старого облика любимой площади Терехина на фото остались самые приятные и теплые воспоминания.